Друзья, доброе утро! Мы находимся в пресс-центре аргумента и факта. Меня зовут Наталья Кожина, в гостях у нас сегодня Тимур Радрилес. Человек, от которого работают все наши приборы в студии, и от которого как-то сразу стало. Тепло прекрасно на душе, прям солнце засияло, несмотря на то... Я тоже рад вас видеть. Ах, на улице так, да? Грустно. А Тимур сидит такой в шортах, загорелый парень. Я всеми силами противостою этой чудовищной погоде, которая явилась сюрпризом для меня самого, но что делать? У нас все-таки пока лето, поэтому даже если температура об этом не говорит, я буду ходить в шортах. То есть было бы минус 10, Тимур все равно пришел. Тем более, да, тем более, что я так редко бываю загорелым после натурального, собственно говоря, солнца. Я единственную возможность продемонстрировать загорелые ноги решил сегодня использовать. Да, на бренде, да? А их точка рук, вы загорелые ноги прекрасны. Что я хочу тебе сказать. Ты пришел сегодня, ну, в общем-то, не с пустыми руками, да? Твой клип, или как ты его называешь, мини-фильм Heroes, наконец-то вышел. Я с огромным удовольствием посмотрела, и наши читатели тоже. Я хочу у тебя спросить вот что. Ты, я такая любительница цитировать старое интервью, так что ты сегодня готовишься. Я изучила все, что ты говоришь. Ты сказал следующее, что, ну, не дословно, да, я передам просто смысл, что твой клип, он должен доказать, значит, нашим зарубежным коллегам, что мы здесь тоже из себя имеем какое-то представление. Абсолютно верно. Так вот, я хочу тебя спросить, зачем мы все время кому-то что-то доказываем? Мне казалось, что у них там свой рынок музыкальный, у нас свой. Ну, дело в том, что когда ты являешься представителем рынка, на котором, будем говорить объективно, не все, слава богу, а не все, слава богу, я имею в виду исключительно по причине появления регулярного на нашем музыкальном рынке, раз уж, слава богу, я шагнул на эту территорию наконец-то для себя некоторое время назад, не все, слава богу, по причине появления на этом рынке песен а-ля «О боже, какой мужчина» и шумихи вокруг подобных песен, потому что любая, даже самая чудовищная песня, я понимаю, что может быть еще что-то хуже, я слышал и могу дать ссылки, чтобы вы посмотрели, да, любая подобная песня, она, во-первых, отбрасывает нас еще на 10 лет назад, во-первых, но, как мне кажется, что самое страшное, это не появление подобной песни, а шумиха вокруг нее, привлечение еще большего внимания к подобному творчеству, извините за то, что сделал комплимент в адрес подобных вещей, и, как мне кажется, безусловно, на одной и той же территории могут находиться разные музыканты, это как в зоопарке находятся животные интересные и не очень, которые умеют себя вести и нет, которые умеют, собственно говоря, носом поднять шар, подбросить его в воздух, отбить его плавником и привести в восторг зрителей, а есть те, которые сидят в углу, понимаете, клетки и ничего больше не делают, на них только смотрят. Вот мне кажется, что в нашем зоопарке, я прошу прощения, я тоже к нему имею отношение, очень хотелось бы все-таки смотреть на тех, кто умеет что-то делать, а не просто довольствуются своим существованием и минимальными ресурсами, которые этот маленький мозг, находящийся внутри этого человека, может произвести. Я сейчас говорю образно, не говорю о ком-то конкретно, а песня «О боже, какой мужчина» — это всего лишь символ того, что в нашей стране происходит до сих пор. До сих пор, и, к сожалению, мы не можем изменить ситуацию, потому что зазвучала песня, она стала популярной, а популярной она стала, потому что ее слушает народ, а народу, если народ кормить в течение 30 лет одним и тем же материалом, он привыкнет к нему очень быстро и не захочет слушать что-то сложнее. И самое главное, я все-таки приду к чему я хотел прийти, шумиха, которая поднимается вокруг подобных инцидентов. Мы, я имею в виду нашу страну, наше телевидение, снимаем сюжеты о триумфальном возвращении певицы, например, в шоу-бизнес. Я сейчас просто, я прошу прощения, но Тали, которая сейчас все утро икает, вот, она, да, к сожалению, я сейчас решил сконцентрироваться на ней, потому что... А обычно у тебя Стас Михайлов. Стас Михайлов, сегодня, пусть Стас поспит до 11, хотя уже 11, просыпайтесь, Стас, сейчас и до вас очередь дойдет. Вот, и мне кажется, что история очень простая. Мы не можем сидеть и принимать факт того, что Россия по-прежнему является для иностранцев музыкального, во всяком случае, мира иностранного, страной третьего, четвертого, пятого, десятого мира, что мы по-прежнему здесь копаемся и варимся в собственном соку и не можем производить материал на уровне. Мы можем это делать. Мы можем делать достойные клипы, мы можем писать музыку на высоком уровне, и мы можем без стеснения выходить на сцену за пределами этой страны и показывать, что мы способны на гораздо большее, что Россия совсем не отсталая страна. Я в данной ситуации выступаю для себя в непривычной роли патриота, но это я исключительно радею за нашу музыкальную эстраду. Раз, из-за тех, кто на ней может оказаться и кого на ней до сих пор нет. Я знаю огромное количество талантливейших людей, которые пишут потрясающую музыку на высочайшем уровне, но не у всех, к сожалению, складывается по определенным причинам. У нас, слава богу, есть группы, которые существуют больше даже на Западе, нежели в России, сейчас имею в виду Помпею, Тесла, Бой и так далее. Это люди, которые пишут музыку сами, люди из России, ну, люди из Советского Союза, будем их так называть, да, которые снискали уважение и за пределами этой страны, потому что они делают это на уровне. Но не у всех, как говорится, получилось с течением времени добиться внимания со стороны тех, чей музыкальный вкус позволяет им вычленить эту музыку среди всего вот этого хлама, который производится с пометкой «Мы тоже умеем так», потому что я, безусловно, делаю сноску на то, что все те, кто пишут песни на английском, как говорится, не должны претендовать обязательно на то, что им скажут, что вы молодцы. То есть не каждый трек, написанный с прицелом на то, чтобы стать иностранным хитом, этим хитом являться не может. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки, когда я говорю о том, что мы можем доказать, я это говорю со знаком плюс, нежели со знаком минус, когда мы пытаемся вот выпрыгнуть вон из штанов и сказать, что все-таки мы можем, посмотрите на нас. Нет, надо просто спокойно продолжать делать то, что мы делаем, чтобы они сами обратили на нас внимание и, поверьте, это происходит. Мне кажется, что немножко переидеализируешь, говоря о том, что происходит за рубежом. Я, конечно, изинаток, ты меня можешь поправить, но мне кажется, что вот такие хиты, как ты сейчас сказал, от Наталии или от Стаса Михайлова, они немножко в другом варианте, но на Западе тоже есть. Ведь у них не все на уровне. Безусловно. Но все-таки, если мы говорим о хорошей музыке, об индустрии, которая породила, собственно говоря, клипы производства, песни, которые вошли в золотой фонд мировой музыки, это все-таки музыка, которую мы хотим слушать, которую мы вспоминаем, мы цитируем, музыка, которая ассоциируется у нас с самыми приятными моментами нашей жизни. И да, безусловно, там есть те, над кем смеются. Там даже над Бритни Спирс смеются и Джастином Бибером, но если мы сравним Джастина Бибера и Бритни Спирс с теми, кто здесь является заслуженными, народными, тогда они, я не знаю, кто. Они все, во-первых, инопланетяне, надо сказать. И пока мы примыкаем к тем, кто обливает грязью Бритни Спирса и Джастина Бибера, мы выглядим смешно сами, потому что, несмотря на то, что Бритни Спирс, там, большую часть концерта работает под плюс, я имею в виду, под фонограмму, она все равно трудяга и делает это так, как редкий артист в России может сделать. Джастин Бибер очень круто работает. Он поет живьем. Посмотрите его живые выступления, как он поет в акустике на шоу Элен Де Дженерис. Это просто невероятно круто. И да, он забавный персонаж, да, на его челке там сделали миллиарды долларов, кого-то это раздражает так же, как и меня раздражают гонорары Стаса Михайлова, а вот и вы, да. Но при этом, я так понимаю, что и там это вызвано, там это раздражение вызвано исключительно тем, что люди в течение очень долгих лет, многие музыканты, да, пытались добиться высоких гонораров, исключительно работая только ради музыки, а не ради шоу, да, так скажем. И поэтому их, безусловно, расстроил тот факт, что мальчик из интернета заработал за месяцы больше, чем они за всю свою жизнь. Да, безусловно. Но при этом нельзя умалять достоинства мальчика и забывать и не принимать во внимание тот факт, что этот мальчик тоже работяга. Несмотря на то, что в него вкладывают, с ним занимаются, он дает эти результаты. Там нет случайных людей на сцене. Их нет. Вот о чем мы должны всегда помнить, сравнивая наш шоу-бизнес и зарубежный. Их нет, случайных людей там. И даже если такой человек появляется, и он является там чьим-то любовником, любовницей, дочерью, на них никто не придет, если они ничего не умеют. Они не выйдут на сцену, если они не умеют петь, не умеют танцевать и не умеют держать эту публику. У нас же на сцене, вот выше, чем этот прекрасный, шикарный потолок, артистов, которые не умеют не танцевать, не умеют быть артистами на сцене. Кому-то достаточно того, что они просто поют. Но если мы сейчас... Я не буду называть имена. Почему мне как? Ну, хорошо. Я имею в виду тех, кого уже признали в этой стране иконами и так далее. Я могу сказать вот что. Когда на сцену выходит человек, который просто поет, он должен, помимо того, что он просто стоит и поет, что-то еще из себя представлять. Он должен быть персоной, личностью, потому что его внутренний мир в любом случае в какой-то момент должен выплеснуться на аудиторию, которая пришла его послушать. Или тем более смотрит его по телевизору. Так вот, если мы говорим о западном шоу-бизнесе, да, там огромное количество людей, которые просто могут выйти на сцену и спеть. Как это делает Стинг, например. Но это такая глыба. Он просто стоит и поет, а ты находишься в состоянии тотального паралича, потому что он великий артист. И таких, как Алла Борисовна в нашей стране больше не будет. Ну, я надеюсь, что будут. Ну, я имею в виду другого плана. Но если мы сейчас будем говорить, например, о Балле Пугачевой, которая может просто выйти к микрофону, ничего, не двигать ни одной, просто ни одной мышцы своего лица, не будет двигать ни одной части своего тела и споет так, что мы умрем в очередной раз. Да, вот такие артисты делают, собственно говоря, возможным просто пребывание на сцене без единого движения. Но это Пугачева и это Стинг. А когда на сцену выходит человек, которому нечего сказать, нечего дать, то он хотя бы должен заполнить с собой сцену другой формой энергетики. Но у огромного количества артистов в нашей стране эта энергетика отсутствует напрочь. Их неинтересно смотреть. Вот в чем дело, вот о чем я говорю. Тимур, а можно я тебя перебью? Да, конечно. Я немножко сейчас не поняла. Для себя тот уровень, на котором поет Алла Пугачева, тот уровень, на котором поет Стинг, это такие похожие вещи? Вот для меня это просто абсолютные противоположности. Но я не была на концерте Пугачева. Я могу сказать, это абсолютно разные вещи, безусловно, потому что, во-первых, эти артисты разные, но они оба великие артисты. То есть для меня Пугачева великая актриса и певица, для меня Стинг просто гениальный музыкант. Он не актер, но он очень глубокий человек. Он невероятно умный человек. И ты понимаешь, что он умен, даже когда он просто поет. Когда ты не читаешь его книги, которые написаны блестяще, потому что у него все-таки степень по литературе. Вот, помимо всего прочего. Надо сказать, что я больше, наверное, люблю смотреть концерты, когда они представляют из себя полноценное шоу. Вот, когда все-таки на сцене происходит чуть больше, чем просто сидит группа. Но я могу сказать честно, при всей моей любви к шоу Майкла Джексона, Бейонсе и же с ними, шоу Стинга я смотрел с не меньшим удовольствием. Просто вот сегодня, раз уж я вспомнил про Стинга, я расскажу. Я приехал на гастроли в Ростов-на-Дону, это было пару лет назад. И как раз закачал себе в iPad концерт Стинга в Берлине на арене. О-2 с лондонским симфоническим оркестром. Я не помню, что происходило в течение дня, потому что я не мог оторваться от своего устройства. Я досмотрел концерт до самого конца, я проплакал несколько раз, абсолютно искренне. Могу сказать, что мне музыка всегда доводит до абсолютно искренних слез. Я не мог выключить iPad, потому что это было невозможно. Я приехал в ресторан, я ел вот так, я ехал в машине, я приехал в гостиницу, я был жутко уставшим, мне нужно было поспать перед концертом, а я сел, и пока не смотрел до конца, я не лег спать. Это что-то абсолютно фантастическое, хотя на сцене просто сидят музыканты, он просто поет. Но надо сказать, что он один из тех, чьи песни содержат в себе глубочайший смысл. Он один из тех, кто добивается камерности, даже когда выступает на больших площадках. И это вот то, чему нужно учиться, потому что, если, так скажем, в моем концерте превалирует все-таки на сцене, вот этот вот огненный шар, которым мы поджигаем все, что происходит в зале, мне хочется научиться и тому, что делает Стинк, например, блестяще, когда он просто поет, когда он всего лишь рассказывает эти истории под музыку. То есть, есть вероятность того, что, не знаю, лет через пять, через десять ты будешь стоять на этом просто... Я это слабо представляю, что это темпераментно. Мне кажется, это в моем случае абсолютно невозможно, но, тем не менее, это то, чему тоже стоит поучиться, потому что это еще одна грань артистических возможностей. Наверное, последний вопрос на эту тему. Каков выход-то наш? Потому что, я так понимаю, что для того, чтобы из вот этой не очень хорошей ситуации, которую ты сейчас обрисовал, которая существует в нашем шоу-бизнесе, выход один – учиться у западных коллег. Поскольку ты даже, собственно говоря, и свою последнюю песню, по-моему, записывал в Лос-Анджелесе, если я не знаю. Она была записана в Лос-Анджелесе, потому что у меня не было элементарно времени поехать туда, но этот трек писали в Лос-Анджелесе и доводили его до ума. Там продюсеры работали со мной дистанционно. Но надо сказать вот что. Во-первых, меня дико раздражает, когда даже наши артисты именитые говорят, вы в России пойте на русском. Ну что за чушь? Почему? Во всем мире, во всем мире, на всем земном шаре, кроме единственной большой страны, где живут умные люди, где образование находится на высочайшем уровне, мы настолько узко мыслим. Почему норвежским, шведским, ирландским, исландским певцам не говорят, вы в Норвегии, пойте на норвежском, вы в Швеции, пойте на шведском. Давайте мыслить шире. Мир огромный, и мы должны коммуницировать, мы должны быть понятны и для тех, кто живет за пределами этой страны. Ведь мы хотим показать, что ресурсы этой страны не только нефть, газ и полезные ископаемые, остальные, да, мы хотим показать, что в этой стране не только балет, не только литература, не только наука и искусство в целом, я имею в виду, высокое искусство, находится на высоком уровне. Есть еще поп-музыка, которая может претендовать на то, чтобы называться искусством, может быть там не мегавысоким, потому что мы до сих пор не произвели ничего подобного тому, что произвели там, будем говорить откровенно. Да, группа Тату создала прецедент, да, группа Серебро сейчас пытается его повторить, но нам еще очень долго нужно... А Тимур Адрибис пытается повторить? Конечно. Именно поэтому я записываю песни на английском языке. Ну, это, так скажем, вторая причина. Потому что первопричина просто в том, что я люблю английский язык и многие песни рождаются на английском языке и я ничего не могу с этим поделать. Когда ты пытаешься адаптировать англоязычную песню, написанную на тотальном позитиве и на живой энергии, ты пытаешься пойти на определенный компромисс для того, чтобы песню поставили на другие радиостанции, которые крутят исключительно русскоязычную музыку, чтобы тебя поняли те, кто не понимает английский и воспринимает исключительно русскоязычный материал. Даже в этом случае у тебя не всегда получается, потому что некоторые песни невозможно адаптировать и невозможно выпустить в русскоязычном варианте, потому что они теряют свою ценность. Они хороши именно с английской фонетикой, потому что именно под английскую фонетику была написана музыка, а иногда на эту музыку одновременно с рождением мелодии приходят слова. Это абсолютно честная история, пусть она будет честной до конца, я считаю, что это правильно. Что-нибудь из такого все-таки, что-нибудь русское ты любишь вообще? Я очень люблю. Что? Я могу долго перечислять музыкантов, с которыми я, к счастью, имею возможность даже встретиться на площадке, пожать руку в очередной раз и сказать, как они прекрасны. Я обожаю группу Моральный кодекс всю свою жизнь. Да, я обожаю их музыку, обожаю их тексты. Я очень долго был фанатом группы Браво и до сих пор, наверное, не смогу усидеть, когда они будут играть. Я обожаю Земфиру, я обожаю, господи, группу Пятница, правда, это уже Украина, да, но не будем считать, что это все равно наша большая страна, Советский Союз. И пели они на русском. Я люблю очень много российской музыки. Я люблю то, что делает Баста, причем проект Нагана тоже является интересным для меня. Я рад тому, что в нашей стране все-таки происходит сдвиг, и он абсолютно очевиден. Я люблю очень много русскоязычной музыки, я ее слушаю, она у меня есть, и для меня это большое счастье. Я очень люблю Валеру Меладзе, который потрясающе работает, потрясающе работает. Валера один из тех уникальных музыкантов, которые, имея, ну, действительно, уже очень весомый статус, выходят на сцену и по-прежнему интеллигентен, он по-прежнему интеллигентен, невероятно скромен, и он принадлежит тому числу артистов редкому. Я не знаю, сколько у нас таких, как Валера, артистов, которые не могут уйти со сцены не потому, что у них вот такое ощущение, возьмите меня, подождите, я еще не ухожу, пусть другие подождут, а вынесите мне все остальное. Валера тот человек, который не может не откликнуться на просьбу из зала спеть на бис. Он может петь на бис еще столько же, сколько он пел, вот, собственно говоря, по заказу, так скажем, да? Я был лично свидетелем неоднократно подобных концертов, когда он не мог уйти со сцены, потому что люди просят, а люди в экстазе, в абсолютно искреннем. И они еще, еще, потому что он делает это круто. Он настолько искренний, настолько теплый человек, это невозможно спрятать. Он настоящий. И это очень важно. Очень многие артисты сделаны, придуманы, и это тоже неплохо. Есть Леди Гага, есть там, опять же, Джастин Бибер, есть Бритни Спирс. Я сейчас просто, уж как говорится, раз уж мы о них вспомнили, буду вспоминать их еще несколько раз. Люди, с которыми работали, люди, которым придумали имидж, историю, характер и так далее. А есть те, кто абсолютно самобытен, самодостаточен, и их настоящая вот эта сущность не претерпела никаких изменений, никаких внедрений и никаких, собственно говоря, вот этих вот историй с обработкой образа, да, с работой над тем, как же подать тебя зрителю, чтобы ты был интересен. Вот ты такой, давай посмотрим, а вдруг ничего и не надо делать. Вот, наверное, это и произошло. Ну, будет интересно, если Валера совсем не такой. Я шучу, конечно. Это тот самый цельный образ, который работает. Это очень здорово. А скажи мне, насколько сложно, вот ты сейчас так на образе Валерия Меладзе красиво расписал, но тем не менее, насколько сложно оставаться, ну, я скажу так, оставаться человеком, я не знаю, оставаться верным своим принципом, оставаться таким, знаешь, как незазвездившимся, в общем, человеком и сохранять в себе скромность. Когда у тебя фанатки, все тебя хотят, все тебя любят, все говорят, о боже, Тимур, ты такой классный. Нет, ну, во-первых, во-первых, надо сказать, что для меня самым страшным всегда было почувствовать, что кто-то даже на мгновение мог подумать, что со мной что-то произошло, и я стал совсем другим. Мои родители воспитывали меня так, чтобы я относился к людям с любовью и имел возможность всегда показать им, что я такой же, как все остальные, потому что я действительно такой же, как все остальные, просто я занимаюсь этой работой, а другие люди занимаются другой работой. Да, у меня не всегда есть возможность откликнуться на просьбу, сфотографироваться, если это 200 человек, а мне нужно ехать на другую площадку, или я опаздываю на самолет. И я переживаю, поверь мне, правда, дико переживаю, когда я вижу людей, которые хотели сфотографироваться и не успели. Я поеду в гостиницу, чтобы собрать чемодан и поехать в аэропорт, и буду переживать. Это правда. Это правда, потому что я вижу, что кто-то ушел расстроенным, и кто-то что-то не получил. Это жизнь, и это нормально. Не всегда есть возможность действительно артисту остаться на то время, которое требуется всем, кто стоит. Их может быть тысячи человек. Я один человек без тысячи не успеет сфотографироваться, я тоже буду переживать. Правда. Потому что я понимаю, что для кого-то это действительно важно. Так же, как для меня важно что-то другое. И если бы я стоял в очереди за автографом Майкла Джексона, я бы тоже, наверное, расстроился. Я сейчас не себя сравниваю с Майклом Джексоном, а просто сравниваю какие-то ощущения. Кто бы мне был приятен, и кому в очереди за автографом я готов был простоять несколько дней. Правда. Поэтому для меня эта ситуация с одной стороны абсолютно проста, потому что я считаю непозволительным для артиста превращаться в зверя, в выдла, не знаю, в кого угодно. А многие артисты ведут себя так, к сожалению, потому что когда им слава ударяет в голову, они ничего не могут с собой поделать и не понимают, как отвратительно они выглядят со стороны. И плюс ко всему, на мой взгляд, когда по прошествии огромного количества лет про тебя по-прежнему за кулисами говорят, что как же с ним легко работать. Это такое счастье, потому что ты в этот момент не комплимент слышишь в свой адрес, а знаешь, что людям хорошо с тобой. А это здорово, потому что ты как артист обязан, обязан делать не только хорошо тем, кто пришел к тебе на концерт, а тем, кто в принципе видит тебя, работает с тобой, потому что твоя деятельность это не только пребывание на сцене в момент твоего выступления, но и все остальное. Ты можешь быть дома каким угодно. Это уже твое личное... Интересно, потому что ты был у нас в 2010-м, я сейчас просто с замиранием сердца ждала. Думаю, ну сейчас, наверное, открою дверь с ноги, сейчас ты уже все, тогда ты только начинал петь. Думаю, сейчас, наверное, придет такой уже просто скажет, здравствуйте. Непрежно бросит меня. Здравствуйте, опять здесь. Пришел все такое же. Я вот теперь думаю, ты... И сколько я вижу твоих интервью, да, я их видел немало, ты всегда такой. То есть это твое естественное состояние, такой хороший парень, который приходит работать и знает, что он пришел не просто посидеть и всем, значит, доказать, что он звездный, а который пришел донести какую-то информацию, что-то рассказать, да и который работает. Так вот, я думаю, может, ты дома тогда там что-то... Дома тиран. Да, дома тиран. Как у тебя так получается? Я не знаю, мне кажется, что... Мне кажется, что просто от того, какой ты в течение своей жизни, такие те, кто тебя окружает. Я в это верю. Правда, что мы можем задать настроение всем, кто находится вокруг тебя. Я периодически, могу сказать откровенно, за последние несколько лет впадал в какие-то состояния, когда я начинал немного уставать, когда я начинал немного закрываться от людей, потому что этим активно пользуются. Когда я говорю в интервью, я расстраиваюсь, что кто-то со мной не сфотографировался, я видел, как многие этим пользуются, и ты что-то меня пальцем. Я это видел. А-а-а! Ну, то есть, я понимаю прекрасно, что люди слышали о том, что я буду опять переживать, а кто-то говорит, а-а-а, не сфотографировались со мной. То есть, не так, что типа не сфотографировались. То есть, люди понимают, что я думаю об этом. И, ну, что делать? Я, вернусь все-таки к тому, с чего я начал, я впадаю в какие-то состояния, когда я, это не депрессия, безусловно, депрессия в моем случае невозможна, потому что это деструктивная история, если бы это не позволяет. Я немножко закрываюсь, я немножко устаю, и так далее. А потом я встречаю людей, и узнаю в них себя. Вот такое счастье бывает у меня. Ну, я вижу просто людей очень позитивных, которые улыбаются, и которых ничто в этом мире не способно заставить быть другими. Я думаю, боже, а почему я стал менее эмоциональным? Как это произошло? Я же всегда был вот таким. И меня это вновь возвращает в мое привычное состояние. Это большое счастье, потому что я верю в Бога. Я не принадлежу, я еще раз повторюсь, ни к одной из конфессий, но при этом я верю в Бога, и я с ним разговариваю очень часто. И я понимаю, что вот эти люди, которых я периодически вижу в разных ситуациях, на отдыхе, на работе, хотя я отдыхаю очень-очень редко, это сигналы мне от него, что я не имею права быть другим, потому что огромное количество ситуаций, сложившихся в мою пользу в этой жизни, происходили именно потому, что я был вот таким. И я такой и есть. Мне просто иногда очень-очень мало времени выдается на сон, а сон для меня действительно очень важен, потому что, во-первых, сон позволяет отдохнуть твоему голосу, если тебе нужно петь, сон позволяет твоему мозгу отдохнуть, если тебе нужно что-то писать. А я хочу по-прежнему писать. Когда мы встречались в последний раз, не помню, как я говорил о том, как я пишу музыку, но мне стало легче ее писать, потому что это как тренировки любого характера, вокальные, спортивные. Ты начинаешь писать музыку больше, интереснее, сложнее. И это очень-очень здорово. Я абсолютно счастлив, потому что я никогда не думал, что в принципе я смогу это делать. А теперь в моем альбоме больше половины песен, написанных мной, либо в соавторстве с кем-то, либо написанных мной лично, почему больше половины? Это почти все мои песни. Буквально три песни, может быть, к которым я не имею отношения совсем с точки зрения музыки и текста. И 8 ноября я наконец-то выйду на сцену концертную в «Известие холл» и покажу всем, что я делал все эти годы. Это будет мой первый сольный концерт, это будет моя первая сольная программа, будет мой первый альбом, мы его презентуем. И я хочу показать, что я за артист тем, кто ни разу не приходил на мой концерт, потому что я бесконечно счастлив, что даже когда мне выдается возможность показать, на что я способен, в виде четырех минут, я выхожу на сцену с живым составом, это может быть просто гитарист или гитарист и перкуссионист, как правило, в 90% случаев ко мне подходит гигантское количество людей, которые разбираются в музыке и понимают, что такое артист на сцене, и искренне жмут мне руку с вытраченными глазами и говорят, мы не ожидали. Это, наверное, вот мой такой крест, но хорошего плана. Крест превращенный в плюс. Потому что, начиная вот с первого сингла, будем считать, что первый сингл все-таки увлечение, а не тот, который его предвосхищал, потому что я все-таки именно с увлечением начал отсчет своей музыкальной деятельности, полноценной. Именно с песни увлечения, с презентации нашего сингла с Саней Лорак в Киеве и в Москве началась вот эта история под названием «Мы не ожидали». Это было очень круто, потому что я понимаю, недостаточно услышать артиста по радио, его нужно увидеть. Я по-прежнему не написал, к сожалению, для себя, но это в то же самое время является отличным стимулом для того, чтобы продолжать работать. Ничего подобного, я сейчас сравню, опять же, свои ощущения с теми, которые испытывал я, когда включил радио, услышал Земферу, когда ты находишься в состоянии вот этого самого, как я говорю, глубочайшего паралича, когда это просто действует на тебя магическим образом. Но я еще раз повторюсь, это отличный стимул, потому что, да, нужно писать ту музыку в том числе, которая просто заставит людей остановиться, бросить все свои дела и дослушать песню до конца. Но я опять же понимаю, что даже на Западе есть артисты, их там, наверное, все-таки 90%, которых нужно видеть живьем. Даже если это просто музыка, и он просто стоит на сцене, я повторюсь. Потому что, неважно, ты делаешь шоу, либо ты стоишь, но тебя должны видеть, должны понять, что ты за артист. И твоей музыке, которую слышат по радио, в машине, да, например, ее недостаточно. Должны увидеть, что ты делаешь на сцене, какой ты. Это очень-очень важно. И я очень-очень рад, что все эти годы, когда у меня была возможность выходить на сцену, неважно, свои я песни пел, или я делал какие-то специальные выступления, даже в той же Юрмале, когда я делал в прошлом году трибью Джексону, а в этом году мы делали просто War is Love, и я тоже придумывал этот номер. Когда в зале взрослые люди начинают свистеть и визжать, это все-таки о чем-то говорит. Я читала, что помимо того, что у тебя долгожданный первенец появляется, я имею в виду альбом, помимо того, что будет очень масштабный концерт, что будет еще тур прям. Мы планируем поддержку, да? Да, мы планируем тур. Для начала мы хотим объехать четыре, или сейчас вот мы обсуждаем пять или шесть столиц бывших союзных республик в том числе. Мы хотим, мы собираемся, вернее, хотим, собираемся уже ехать в Петербург после Москвы, в Киев, в Минск, может быть, поедем в Астану и Алматы в том числе. Но вообще, я считаю, что нужно объехать всю страну, потому что я люблю выступать. Я очень рад, что на мои концерты ходят, и я с удовольствием приду, так скажем, из ночных клубов в концертные залы, хотя могу сказать честно, я не очень комфортно себя чувствую, когда люди сидят. Дело не в том, что я не хочу выступать в больших концертных залах, они меня абсолютно не пугают. Мне очень важна энергетика людей в зале. Когда они стоят, или, например, у них столы заказаны, так скажем, в помещении, в котором я выступаю, дело не в алкоголе, который они пьют. Они могут пить даже чай, но если у них есть возможность встать, и, так скажем, атмосфера помещения, в котором я выступаю, располагает к тому, что они могут скачать со своих мест, и никто не будет на них смотреть странно и тыкать в них пальцем, я хочу, чтобы люди расслабились. К сожалению, наша страна так и не научила людей ходить на концерты. Правда. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, достаточно съездить на любой концерт любого исполнителя за границу. Люди встают, даже если это сидячий зал, и не садятся до конца концерта. А даже если они сидят, то они топают ногами, двигают головой, визжат, свистят, потому что это концерт. Нельзя концерт слушать вот так и смотреть, кто громче хлопает, чтобы, ну дай бог, не превратиться в этого человека, который не умеет себя вести, что так громко хлопаете. Обалдели. Вот, понимаешь? Именно это меня пугает. Мы очень, мы очень зажаты, мы очень закомплексованы. Это ужасно. И я хотел бы, чтобы мы наконец стали теми, кем мы являемся. Абсолютно свободными, нормальными людьми. Мы можем себе позволить делиться своими эмоциями, мы можем петь в голос песню любимого исполнителя, не только находясь на танцполе, но и находясь просто в зале, сидя на месте. А кто-то ведь рядом тоже боится, стесняется и думает, этот человек не поет, и я не могу петь, мама, как он на меня посмотрит. Ну расслабьтесь, в конце концов, спойте вдвоем, расскажите, как вам здорово, что вы пришли на концерт. Я вижу, как иностранцы общаются на концерте, будучи абсолютно друг с другом незнакомыми. Это великолепно. Это так здорово и так заразительно. Я был недавно на концерте Джастина Тимберлейка и Джей Зи, гигантский стадион Янки, я не знаю сколько там, 80 тысяч человек. И незнакомые, абсолютно люди обнимались во время концерта, потому что им было хорошо. И они говорили друг другу, это моя любимая песня. Они говорили, да и моя. И потом они начинали петь в голос. И они встали с первой секунды концерта и не садились до конца. И весь стадион стонал от восторга. А почему? Потому что они пришли получить удовольствие. Это они сделали себе такое настроение, в том числе, не только артист. Это они позволили себе расслабиться, выплеснуть эти эмоции и получили максимальное удовольствие. Вот как только мы отпустим, как только мы перестанем думать, что о нас подумают люди справа и слева, вот тогда мы будем получать удовольствие от концертов колоссальное. Тогда и концерты превратятся в совершенно другое действие. И тогда артист увидит, что в зале люди сошли с ума от удовольствия и он будет работать с двойной силой, потому что он поймет, что он не может просто выйти на сцену и что-то там спеть. Ему захочется сделать что-то еще. Даже если он не умеет, ему захочется, он просто не будет в виде другого выхода. Правда. Жду я с удовольствием этих времен. Тимур, я хочу тебе сказать, что мы с тобой, знаешь, так, неслабо поговорили 30 минут, ни одного вопроса отчитать еще нет. Поэтому друг мой, готовься. Сейчас я в таком режиме, как это называется? Блица. Сказал правильно. Готовься. Значит, друзья, если вы пишете вопрос, у меня к вам небольшое такое обращение. Пишите вот прям по существу, ладно? Потому что все выражения о том, что ты гуттаперчевый, например, мне очень понравилось. Я, к сожалению, не буду пропускать. Итак, есть ли у вас самый яркий, незабываемый момент в жизни, что вас больше всего вдохновляет? Меня вдохновляет каждый момент в моей жизни. Это абсолютная правда. Даже сейчас, когда мы просто, казалось бы, сидим и разговариваем, истории, которые я рассказываю, иногда уже не в первый раз. Так бывает, что я в течение дня успеваю поговорить со своими друзьями, с теми, с кем я давно не виделся, и поделиться чем-то, что меня взволновало. Я могу пересказать историю в третий раз или в четвертый, и поверьте, я буду так же эмоционален в этот момент, потому что для меня действительно важно. И когда вы видите, что я активно жестикулирую и начинаю немножко подрагивать в момент разговора, это абсолютно искренняя эмоция, я ничего не придумываю. Я действительно в эти моменты начинаю переживать это заново. Мне не важно, сколько раз я эту историю рассказал, и не важно, какое количество раз вы ее услышали, но вы же видите, что это важно для меня, и если вам по-прежнему интересно, если вас это трогает и, что называется, цепляет, значит, это по-прежнему живо и по-настоящему, правда. Спрашиваю тебя по поводу универсиата, где ты выступал, волновался ли ты, когда вышел на сцену? Да, я всегда волнуюсь, когда я выхожу на сцену. А что тогда будет 8-го числа, да? 8-го, когда... 8-го ноября, да, я представляю себе вот это. Я волнуюсь всегда, волнуюсь жутко, и, как говорят и мои коллеги, и мои друзья, и люди, которые слышат о том, что я постоянно волнуюсь, это хорошо, правда, это не дает тебе расслабиться. Ты должен быть расслаблен в момент выступления, но до выступления ты должен быть напряжен, это абсолютно нормально. Но я могу сказать честно, иногда я не расслабляюсь во время выступления, это так не всегда влияет хорошо, но, с другой стороны, держит меня иногда в тонусе, иногда я бываю зажат, а мне нужно расслабиться. Зажат, потому что я слишком переживаю за то, что все было идеально. Я сумасшедший перфекционист, правда. Мне кажется, иногда это мешает пожить. Мешает, но в большей, наверное, степени помогает, потому что всегда понимаешь, что ниже вот этой планки ты не можешь опуститься. И все самое главное себе повышает, повышает эту планочку. Так, весь интернет гремел по поводу новой детской волны. Было везде написано, что ты в составе жюри, мы очень ждали, но не дождались. Причина исключительно в том, что в ближайшее время, в самое ближайшее, в сентябре месяце, в первую субботу сентября выйдет новое шоу на Первом канале, которое сейчас активно готовится. И исключительно по этой причине, по причине того, что шоу требует подготовки определенной, это не просто пребывание в студии, мы действительно готовимся, и это будет масштабный проект в прайм-тайм на главном канале нашей страны. И поэтому я просто не мог себе позволить отнестись к этой работе несерьезно, уехать на фестиваль и сесть в жюри, потому что я понимаю, что мое присутствие там тоже было важно. И я знаю, что меня ждали, и я тоже с удовольствием всегда присутствую на подобных мероприятиях, но сейчас этот проект действительно очень-очень важен, я его очень долго ждал, и я очень-очень рад, что произошел тот самый важный момент в моей жизни, когда мне позвонил Константин Львович и официально абсолютно пригласил стать ведущим Первого канала. Это очень-очень круто. А ты как-то не хочешь раскрыть карты? То, что ты ведущий, я уже поняла, а то ты так уже завуалируешь. Я не могу раскрывать карты, потому что это абсолютно новый проект, таких еще не было на Первом канале, в очередной раз Первый канал делает что-то новое, и я очень-очень рад, и Константин Львович в очередной раз будоражит мое сознание тем, что он очень-очень смелый человек. То есть понимая прекрасно, что это Первый канал, главный канал страны, и, казалось бы, он должен быть достаточно консервативным, потому что раз его смотрит, как говорится, большее количество людей, раз, так скажем, это канал, который есть в абсолютно каждом телевизоре страны, страны, даже если люди живут в деревне, у них старый телевизор, который отметил уже свое 60-летие, и так далее. Вот такие проекты, это действительно глоток свежего воздуха, и нужно иметь большую смелость, запуская их на главном канале страны, понимая прекрасно, что не все, наверное, будут это смотреть. Вот. Да. И это все-таки такой прицел в сторону аудитории, которая чуть-чуть более продвинутая. И я очень рад, что вообще, в принципе, Первый канал делает очень смелые шоу, очень смелые проекты, и самое главное, есть аудитория, которая никогда не смотрела телевизор, и все больше и больше подключается. Так произошло с шоу один в один, так произошло, когда Первый канал начал запуск городских пижонов, когда в вечернем эфире показывали зарубежные сериалы высочайшего качества, и когда в эфире Первого канала появилось несколько интереснейших проектов, опять же, не для всех, когда начали обсуждать интересное, самобытное авторское кино, когда мы сами начали делать подобное кино и запускать долгосрочные проекты, как, например, «После школы». Это очень-очень круто. Ты каждый раз, включая телевизор, радуешься тому, что мы тоже современные. Пусть не на 100%, но есть люди, которые делают это хотя бы ради того, чтобы показать всем, что мы способны на это ничуть не меньше, чем те, на кого мы с восхищением смотрим. И, как вы понимаете, это все исключительно происходит с подачи Константина Львовича, потому что он, насколько я знаю, в этом плане невероятно амбициозен, и это помогает как раз даже, казалось бы, самому главному каналу страны, который должен быть понятен абсолютно всем, быть в какие-то моменты абсолютно эксклюзивным. Это очень круто. Когда тебе простому мальчишке из Пенса позвонил Константин Львович, что, я вот просто пытаюсь себе представить это твое место, я бы, наверное, я, конечно, не вы, понятно, ты уже там практически всех знаешь, и Константина Львовича, я думаю, что тоже. Но, тем не менее, я не знаю, что это за ощущения. Это волшебные ощущения. Это тот самый момент, когда ты говоришь «Да, про себя». Ну, правда, чуть громче, я боюсь просто, что сейчас микрофоны полетят. Правда, это очень-очень круто. Когда ты добиваешься этого просто тем, что ты что-то сделал хорошо, и вот это хорошо повлекло за собой подобные последствия. Когда ты не ходишь, не обиваешь пороги, когда ты не умоляешь на коленях, чтобы тебя куда-то взяли, а когда ты просто получаешь приглашение в один, другой, в третий проект. Потом, когда ты получаешь приглашение в очередной проект, ты делаешь что-то еще, ну, и тебя в этот проект приглашают, потому что ты уже что-то сделал до этого. И есть ощущение, что вот наступает тот самый важный момент не только для тебя, но и для них в том числе, когда они приглашают тебя, я имею в виду. Сильные миры сего, которые делают очень много в этой стране, я опять же повторюсь, сколько было запущено легендарных, судьбоносных проектов на Первом канале, и как важно было нам в свое время их увидеть, какую роль они сыграли в нашей жизни. Очень хочется иметь отношение к чему-то подобному. Это шоу будет несерьезным, это не будет аналитической программой, это не будет ток-шоу, это будет развлекательный формат, мы будем дурачиться в том числе, и будем повышать настроение тем, кто захочет в этот момент быть с нами. Но я могу сказать, что я искренне надеюсь на то, что мое сотрудничество на этом не закончится, что мы будем продолжать делать что-то интересное. И я очень-очень рад, что помимо музыки, которую я бесконечно люблю, которой я всегда хотел заниматься, и которой я хочу заниматься в большей степени, я все-таки имею время и возможности на телевидении, потому что телевидение всегда было мне бесконечно интересно, и я очень рад, что мои навыки и способности по-прежнему в цене, и что я интересен аудиторией еще и как шоумен, это очень-очень круто. Единственное, что я все переживаю, как у тебя с недосыпом будет, боюсь, что совсем будет лучше. Боюсь, что спать я в этой жизни уже не буду. Ну что, наверное, еще несколько вопросиков, и будем закругляться. Есть следующее. Очень интересно, может быть, вы планируете когда-нибудь в будущем снять в клипе свою супругу? Вы ведь так отлично смотритесь. Я вот тоже наблюдала за девушкой, которая в клипе думала, ну чем вот Анна хуже, да? Аня же зовут тебя. Да, совершенно верно. Симпатичная, великолепная мама. Спасибо. Ну, я, честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос. Не то, что не знаю. Я не могу сказать, что я об этом думал, потому что мне как-то не хотелось никогда смешивать работу и личную жизнь. Моей супруге, мне кажется, достаточно быть моей супругой. Она никогда не стремилась, в принципе, быть на виду. Ей достаточно быть моей любимой женой и мамой наших прекрасных детей. Я с удовольствием прихожу с ней на какие-то мероприятия. Правда, мы делаем это крайне редко. Вот. И не знаю, мне кажется, она сама этого не очень хочет. Ей достаточно того, что я у нее просто есть, хотя это тоже звучит странно, потому что меня как раз нет. И сейчас меня тоже нет дома, например. Вот. Но в целом, мне кажется, что человек, которого аудитория видит в телевизоре именно уже в определенном образе, а мы все-таки говорим о клипах, это я во всех случаях не так отношусь, это маленькое кино. Здесь уже должна быть не настоящая жизнь, а немножко выдуманная история. И я хотел бы, чтобы она действительно была немного нереальной, потому что интересно все-таки наблюдать иногда не за Аль Пачино, как Аль Пачино, а за Аль Пачино в какой-то роли. Хотя, как сказал один из моих приятелей, я не буду смотреть новый фильм с Аль Пачино, потому что я опять увижу Аль Пачино, который круче, чем его персонаж. Когда я спросил, о фильме, например, где сейчас Аль Пачино играет Фила Спектора, знаменитого, значит, персонажа из шоу-бизнесовой тусовки американской. Очень известный промоутер, продюсер и так далее. Так вот, статус Аль Пачино, его фигура, его личность для многих уже круче, чем личность Фила Спектора, которую он играет. Поэтому люди считают, что нет смысла смотреть на Аль Пачино, который становится просто Аль Пачино в костюмах Фила Спектора. Последний вопрос, финальный вопрос. Твой клип, начинается он очень брутально, заканчивается очень неожиданно. Почему? Потому что я в очередной раз хочу показать, что, наверное, одной из моих главных черт является самоирония. Я никогда не представлял себя на сто процентов серьезно в образе этого мачо. Я вижу, как меня представляют в различных интервью, в печатных, непечатных и так далее. Секс-символ и так далее. Для меня по-прежнему это так забавно, и я читаю это как будто не про себя. Потому что я, несмотря на то, что я хочу выглядеть хорошо, я хочу быть привлекательным для женщин, я хочу быть мужчиной, на которого захочется посмотреть как на настоящего мужчину, я все равно понимаю прекрасно, что нельзя в это заигрываться. Да, ты можешь быть мужественным, да, ты можешь быть крутым, пусть хотя бы даже в клипах, например, да, ты можешь вызывать определенные ощущения, но когда ты превращаешься в эдакого супергероя, и выходишь крутой походкой из вертолета, а потом в костюме супергероя начинаешь спасать мир, нужно все-таки показать, что ты на самом деле так к себе не относишься, что ты не надеваешь наглую какую-то корону, что ты в этот момент такой же, как и был. И есть определенный образ, но чтобы зрители, сидящие перед экраном, не подумали, что у меня вообще, а зверели? А что он, айронмен теперь? Вот эту концовку мы и сняли, чтобы снять весь этот пафос, всю эту геройскую историю, чтобы все вспомнили о том, что я действительно отношусь к себе с большой самоиронией, и мне она совсем не чужда, и я действительно хочу в какие-то моменты смеяться над собой в том числе. Я готов к этому, и я прекрасно понимаю какие-то поддевки и подколы в свои адресы, и никогда на них не обижаюсь. Даже если я обижусь на них, это повод задуматься над тем, чтобы поработать над собой еще больше. Хотела, чтобы это был финальный вопрос, такая красивая точечка. Отвечай, да или нет? Устроишь встречу с фанатами? 50 вопросов пьешь? Да. Когда? Я надеюсь, что мы успеем это сделать до моего сольного концерта, то есть до 8 ноября, но если не получится это сделать, потому что я понимаю, что будет очень серьезный подготовительный процесс, мы в любом случае это планируем, это обязательно произойдет, и если это не произойдет в рамках концерта, то произойдет, наверное, в рамках презентации альбома где-то, потому что мы будем презентовать его, безусловно, в рамках этого самого сольного концерта, но при этом будет еще большая презентация просто где-то, когда мы просто будем показывать нашу пластинку. Вот, и я обязательно устрою эту встречу, и я очень этого хочу. Это обязательно. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Вот очень мне хорошо было и приятно общаться с вами, Рома Родринис. Спасибо, взаимно. Я надеюсь, что вы, друзья, не очень на нас обидели, что мы не на все 150 вопросов ответили. Ну, время ограничено. Спасибо. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok